Для услышания они все время говорили, не идите туда, там выжженный город, там никуда ищутся. Они не хотели, чтобы люди выходили в город. Они все время говорили одно и то же, домов нет. Все выжжено, все разбомблено, там и тянет. Типа не ходите туда, там плохие парни, они вас любят. Мы знали, мы знали о коридорах из Райфа, у нас было радио. Мы ловили волны и мы знали, что есть коридоры, мы не могли до них добраться. Нас не выпускали. Нас держали в бункере и просто не выпускали из завода. Мы пора это услышали, коридор, коридор, а как нам тут? Нас военные не выпускают. Говорят, мы вас туда не выпустим, там нехорошие люди, они вас сейчас расстреляют. Они вам сейчас, ну короче, туда, вам нельзя. Ну и прикрывались, типа, ну мы же за вашу безопасность переживаем. Поэтому возвращайтесь в бункер. Бункер самостоятельно, мы работаем в заводе вместе с мужем. Да, мы самостоятельно пришли туда 26 февраля, понимая, что это безопасное место. Конечно, мы об этом не могли подумать. Это гражданский объект, это место, где мы работали. Мы не могли представить, что это, поверьте, если бы я понимала, что со мной там такое случится, я бы, естественно, туда не пошла. Нет, мы шли туда спасать свои жизни и жизни своих детей. Мы понимаем, что это, ну как бы, надежное укрытие. Они уже не могли, уже все, уже не пускали. Видимо, я так подозреваю, что они уже пришли с целью того, что мы здесь в Кампе с целью. Я так и из радио узнавала информацию. Вообще военные нам не доносили, нет, это информация. Нет, чтобы пришли военные и сказали, ребят, коридор, выходите. Нет, такого не было. Мы знали информацию, ну, из радио. Но мы пытались выходить, а нас не пускают. У нас семья решила единогласно. Украина не хочет. Но если мы и решим вернуться, то только в Мариуполь, но не на Украину. Скажем так, Украина как государство, да, вот как я, гражданство Украины, ну, оно для меня умирало. Мне очень удивно было, что, ну, вот так с нами поступают. Украина 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 Украина